С городом. Радио. Молтком. Сильвы, бле. Дорогие гости, сильвы, бле. Мировые премьеры. Ебай вы! Блокбастеры Голливуда. Вот чёрт вас здесь подрайд? Здравствуйте! Все тайны и секреты кинозвёзд. Его дел. Это наш. Билеты на лучшие фильмы. Ну, за искусство. Программа «Синема». Всем здравствуйте! Программа «Синема». Олег Пеков в студии и со мной на прямой связи Владимир Веселов. Кинованы, кинолюбитель. Мы обсуждаем новые фильмы и говорим вообще о кинематографе. Вспоминаем чего интересного, хорошего посмотрели за это время. Добрый день! Привет, привет! Привет, Олег! Привет слушателям! Ну, на этой неделе я смотрю такая тишина, может быть, перед фильмом «Смерть на Ниле», который должен выйти вот не в эту пятницу, а в следующую пятницу. Слушай, хотел сказать, что буквально вчера я посмотрел расписание в кинотеатре, и там был фильм «Падение Луны». И такой блокбастер, который должен стартовать как раз вчера во всём мире. А сегодня я заглядываю на сайт, и его там уже нету. То есть ощущение, что они его сняли с проката. Не знаю уж почему, с чем это связано, но вот почему-то так произошло. Потому что сегодня уже такого фильма нет. Сегодня уже только один детский французский фильм фигурирует в новинках. Ну, да, там российская кинокомедия «Непослушник», там детский «Огрики» мультик, такой подростковый фильм «Мой волк», как девочка вроде, значит, и подарили щеночка, а затем выяснилось, что это не собака, а хычник. Да, я как раз его посмотрел. Вот и могу сказать, что... О, расскажи. Да, что фильм, в принципе, достаточно интересный. И мне кажется, что подойдёт для просмотра, для семейного просмотра с подростками, особенно где-то так, ну, мне так кажется, 10-12 лет. Потому что, во-первых, сейчас, можно сказать, это плюс. Фильм не длинный. Мягко говоря, он где-то час 15 идёт. И для современных детей это плюс, потому что, не знаю уж, как остальные, но по моему ребёнку судить, они все воспитаны на клиповом мышлении, им высидеть в кинотеатре больше часа, это большая, конечно, не так просто, большая проблема. Потому что они привыкли, что мультики длятся 10-15 минут, от силы 20, и всё, после этого им надо что-то новое. Тут следить за целой историей полтора или два часа, это было бы, наверное, за гранью возможного. Так вот, этот фильм, во-первых, не очень длинный, он идёт там час 15-20, во-вторых, он достаточно прямолинейный, то есть в нём такая вот именно история, как ты говоришь, про девочку, которой подарили, ну, французский фильм, действие происходит в красивом месте, где-то, наверное, в французские Альпы, там, не знаю, какие там ещё горы у них, в Пиренее, может быть, то есть природа красивая, и она переезжает жить в шале с отцом, и после трагедии, после смерти матери, и она, у неё, естественно, психологическое состояние не очень, и, в общем, появление в её жизни вот щенка такого, оно как бы даёт новый старт, то есть она, ну, то есть в настроениях не возвращается, желание жить возвращается, и вдруг неожиданно оказывается, что щенок на самом деле не собака, а волк, а в этой местности волков не очень-то любят местные жители, и вокруг этого строится, собственно говоря, элемент драмы, то, что рано или поздно все понимают, что это не собака, а волк, и, соответственно, ставят перед выбором, либо прогоняйте его, либо мы его пристрелим, вот, ну, и, соответственно, вот из этого вытекает такой драматический момент фильма, ну, и, соответственно, надо смотреть, чем там всё заканчивается, я думаю, что детям это понравилось, ну, должно понравиться, потому что, ну, фильмы про зверей, они вообще, я думаю, отношение детей и зверей – это всегда как бы выигрышная тема, и там есть чему поучить и чему поучиться. Ещё вот одна картина, которая выходит на экраны на этой неделе, называется «Голос любви», но это её русский, как бы, вариант названия, у меня вылетело оригинальное название, там имя, по-моему, это история «Селин Дион», но почему-то вот «Селин Дион», имя «Селин Дион» не упоминается, то есть это… Да, называется «Алин». «Алин», да. «Айлин». «Айлин». И любопытно, что это режиссёрская работа Валерии Ле Мерсье, которая сама себя сняла в главной роли, звучит музыка «Селин Дион», вот, во всяком случае, ну, вот все песни «Селин Дион», но при этом они как будто бы, очевидно, может быть, чтобы избежать, я не знаю, каких-то судебных исков по поводу несовпадений, но если это будут реальные имена, то там можно прицепиться просто на ровном месте, вот вы меня изобразили не так, здесь вот что-то было не так, и там засудят, и миллионы отсудят. Так вот, история «Селин Дион», рассказанная, значит, как бы, её любовь с этим продюсером, который был её в два раза старше, единственное, что меня очень сильно смущало, то, что, конечно, Валерий Ле-Мерсье уже на минуточку 57 лет, и этот момент, когда там, значит, типа её мать говорит, вот, вы такой уже старый, ну, вы вдвое её старше, но не вдвое, скажем сразу, там, это уже, ну, то есть там седой человек, но, в принципе, вот этот, господи, Лилиль, как его звали там, я забыл, продюсера, он не настолько, может быть, на пару лет всего старше исполнительницы, то есть, когда она молодится и пытается изобразить из себя юную девушку, ну, её там стараются снимать на более отдалённом плане, то есть, ну, понятно, что, в общем, тут есть какие-то очень сильные натяжки, то есть 57-летней актрисе играть юное дарование девочку-подростка, которую замечают, вот, как её восхождение, ну, и затем, вот, когда она уже становится раскрученной звездой, там уже как-то вот полегче можно выдохнуть, ну, там понятно, что она уже повзрослела, вот, но это музыкальный фильм, практически мюзикл, напичканный, нашпигованный просто всеми хитами Селин Дион, ну, я понимаю, для любителей, вот, это франко-канадское производство, для любителей этой певицы, ну, понятно, что это будет возможность, ну, вот, историю, красивую историю любви и восхождение к славе. Полный драматизм, а у неё действительно там были отношения с этим продюсером, который был старший, он пару лет назад, по-моему, он умер, она в жуткой, конечно, в жутком трауре пребывала и стала очень плохо выглядеть в том плане, что все уже прям думали, что она ненадолго его переживёт, но вот через несколько лет она, кажется, вышла из этого состояния, тоже вернулась к жизни, так скажем, все этому очень рады. Ну, вот я понимаю, что на этом строится тоже фильм, ну, потому что там даже саму картину я не видел, но в трейлере там как бы этот продюсер говорит, вот, когда меня не станет, она всё равно продолжит там наше дело, ну, какие-то такие вот оптимистичные вещи. Я посмотрел ещё французскую картину, которая мне очень понравилась на этой неделе, она называется «Триумф». Имя, может быть, главного героя, Кад Мерат, оно не совсем такое раскрученное для нашего зрителя, но, тем не менее, вот если смотрели фильм «Бобро поржаловать», картина вот Дэнни Буна, где как раз-таки главного героя, который почтовый клер, которого отправляют служить на север Франции, вот это был главный герой, вот Кад Мерат его сыграл. Он потом с Дэнни Буном постоянно, вот он его почти во всех фильмах появлялся с этим актёром. И, кстати, Дэнни Бун был продюсером фильма «Триумф». Чем меня так, ну, зацепил этот фильм? Тем, что кажется, вот сначала, когда читаешь синопсис, что ты уже этот фильм сразу, ну, представляешь, как он будет развиваться. Безработный актёр, которого, собственно, играет Кад Мерат, он не может получить роли, в общем, зарабатывает случайными, там, ведёт тренинги в фирмах. Ему предлагают непыльную работёнку вести театральный кружок в тюрьме, ну, с реальными заключёнными. Поскольку работа, ну, я понимаю, что она неплохо оплачивается, считается, что это терапия, что это возможность, ну, как-то вот перевоспитания, там, как переосмысление для заключённых. И когда он к ним приходит, выясняется, что его предшественник, ну, заставлял их зубрить басни, что они все, ну, всем всё это им осточертело, в кружке осталось три с половиной человека. Он им предлагает ставить пьесу, самую наставить. Ну, то есть, начиная, он говорит сразу, давайте поднимем планку, будем ставить спектакль. И эта пьеса «В ожидании года», ни много, ни мало, Самуэль Беккета, которую понять, в общем-то, обычному, даже человеку с улицы, сложно, поскольку это абсурдистская пьеса. Но поскольку сама пьеса, она заключается в ожидании, вот придёт или не придёт Гадо, он ловит это настроение. Заключённые ведь тоже ждут освобождения, они всё время находятся в подвешенном состоянии, это отложенная жизнь. То есть, вот, они всё время мечтают о том, как выйдя на свободу, они заживут. И это вот попадает в нерв. То есть, они с готовностью, с интересом начинают репетиции. И я дальше не буду рассказывать, потому что вот до сороковой минуты фильм развивается вот, ну, абсолютно по голливудским лекалам. И там, ну, и вот когда ты думаешь, ну, господи, ну, вот триумф, постановка, всё прекрасно. Ну, а что такое, тут 40 минут, ещё он должен идти 50 минут, что может быть дальше? А дальше вдруг вот он сходит с этих накатанных голливудских рельс, и там ты уже не можешь предсказать, что произойдёт дальше. И, конечно, это бенефис вот Када Мирада, это очень яркий, интересный, сильный такой актёр, который может играть и комедию, и драму. Потому что вот в этом фильме сочетается, ну, вот это прекрасное сочетание и смешного, и грустного. Потому что мы смеёмся над, ну, какими-то его неудачами, а в то же время начинаем, ну, накатывает грусть, потому что ты понимаешь, что да, это человек в возрасте, и у него вот кажется, что жизнь прожита, вот он посвятил себя этому актёрскому ремеслу. И, может быть, ему нужно было, ну, то есть вот нету отдачи, он не чувствует себя вот реализованным, он пытается реализоваться как режиссёр. Совершенно потрясающая картина, которая до кучи ещё в конце выясняется, что она основана на реальных событиях. Всё это была реальная история, в конце идут фотографии и заключённых, и этого актёра, и ты понимаешь, что и самого Самуэля Беккета, с которым он встретился, потому что этого, ну, уже ныне, конечно, покойного, но автора классика, потрясла совершенно вот эта история, что его пьеса получила такое развитие. Я не всё время говорю, что намекаю, но вот дальше смотрите сами, потому что фильм действительно, он, по-моему, номинировался на кучу Сезаров, он, в общем, достаточно неплохо прошёл, показывался на фестивалях, по-моему, даже на Каннском фестивале 2020 года он фигурировал. Так что эта картина представляет собой и такое качественное, добротное, хорошее, сыгранное кино, и в то же время это, ну, для массового зрителя абсолютно понятная история. Только, ради бога, не относитесь к этому как к комедии, потому что, действительно, если вот прийти вот с этим лекалом, что вас будут развлекать шутками, это не в эту степь. Это именно траги-комедия, ну, драма с элементами комедии. Там есть смешные моменты, но... Межжанровое кино. Да, это такое межжанровое кино, которое вот я очень люблю, потому что это вот вымирающий жанр, вымирающий какой-то вид фильма, потому что сейчас очень, ну, требуется как-то очень загнать в эти узкие рамки жанры. Если комедия, то должны быть постоянные шутки, если это драма, то это вот только трагедия, 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 а вот жизнь, она гораздо сложнее, чем, ну, какие-то такие вот узкие вещи. Да, ну, я еще хотел сказать, что сегодня в кино идет классика, именно сегодня идет День Сурка у нас в кинотеатре, можно посмотреть, потому что по той простой причине, что как раз сегодня есть День Сурка. А я, кстати, да, подготовил на Микс Ньюсе про этот фильм, но покопался, посмотрел очень интересные факты, и то, что... Ему уже 30 лет почти. Почти 29 лет, да. И до сих пор вот очень интересно, там рассказывают о том, что Билл Мюррей, снимаясь, он так и не мог понять, положительный его герой или все-таки мерзавец, и вот как он донимал этими расспросами режиссера. И говорят, что в городке, где шли съемки, там сейчас висят прямо таблички, указатели, можно пройтись по всем этим местам, потрогать, постоять в луже. Да, я видел, что там прямо на асфальте есть табличка и рядом с этим бордюром по еврикам. Вот в этом месте герой Билл Мюррея ударился ногой, вот примерно так там в переводе. То есть, да, они там, конечно, из-за этого свою выгоду не упустили, жители города, сделали такой достопримечательностью. Наверное, сегодня они там с замиранием сердца ждут этого сурка и что он там сотворит, что именно обещают. Так что для тех, кто любит эту картину, есть прекрасный повод пересмотреть. Тем больше, ну, это вот один из тех фильмов, которые можно пересматривать и с большим удовольствием, поскольку очень такое тоже глубокое кино со смыслом, со своей философией и, конечно, ну, с прекрасными актерами, потому что Энди Макдаул, она, наверное, одна из лучших ее каких-то ролей, такая она здесь вся романтичная, красивая. И Билл Мюррей, кстати, очень интересно, что было даже голосование, последняя сцена, вдруг Билл Мюррей говорит, а вот после того, как вот он выходит из этой петли, он говорит, а в чем я должен быть одет? То есть вот это было очень важно, потому что это намекает, было у них что-то, вот у этих персонажей или нет в эту ночь, и говорят, что даже вот было голосование, которым одним голосом все-таки победила вот одна точка зрения, ну, не буду говорить, какая, чтобы вам было интересно посмотреть картину. Что еще? Ну, вот просто говоря о французском кино, я вдруг подумал, что, может быть, имеет смысл вспомнить просто французские фильмы, поскольку поговорить вообще о магии французского кино, вот почему мы все время, когда говорим о французском кино, как правило, его противопоставляем Голливуду, говорим, ну, вот все-таки французское кино, это вам не Голливуд. И что действительно, чем оно отличается, почему мы его любим, и я вдруг поймал себя на мысли, ведь в самом деле был момент, когда в моем детстве, когда еще была советская система кинопроката, американских фильмов шло достаточно мало, вот французские фильмы, наоборот, охотно выпускали, и люди больше даже знали французских актеров, нежели американских, потому что, ну, то есть вот пытался составить списки актеров, когда там Жан Морре, Жан Габен, значит, Филипп Нуаре, Жерар Филипп, ну, то есть вот начинаешь, когда перечислять Бриджит Бардо, и Филипп, Бурвиль и прочее, Бурвиль, Делон, Делон, Лина Вентура и прочее. И вот начинаешь перечислять, и ты думаешь, господи, так это же просто вот, там идут они просто десятками фамилий вот у тебя в голове, и с каждым ты вспоминаешь, вот, а, этот фильм я смотрел, этот фильм я смотрел, и ты думаешь, вот, ну, вряд ли в ту пору мог человек перечислить столько голливудских звезд, может быть, там Аль Пачино с Робертом Де Ниро вспомнят, и все, и вот больше таких-то вот каких-то звезд мы и не знали. А здесь вот действительно были любимы, насколько практически все фильмы Луи де Финеса, а это были и «Жандармы», там, целая бесконечная серия, и «Фантомасы», они шли с огромнейшим успехом в кинотеатрах, и действительно люди ломились, они смотрели эти картины, выстраивались очереди. Да и давайте вспомним о том, что кинематограф-то появился во Франции, на бульваре Капуцинок в Париже, первый публичный просмотр, и когда началась вот вся кинопродукция, в компании «Патэ» и «Гамон» они выпускали 90% мировой кинопродукции, то есть это в голове не укладывается, но 90% всех фильмов до Первой мировой войны было снято во Франции, именно там, а не в Америке. Ну, Голливуда еще не было. Хотите, верьте, хотите, нет. И первым, например, изобретателем кинотрюковой съемки, опять-таки, это был француз Жорж Мельез. Тоже вот... Да, тот известный кадр, когда пуля, ну, космический корабль в виде пули влетает в Луну. В глаз Луны попадает, да? Да. Это вот... То есть этот кадр, это вот изображение, оно до сих пор является, по-моему, логотипом ассоциации этих... Ну, ассоциации производителей спецэффектов, мне кажется, если я не ошибаюсь. А еще, наверное, стоит вспомнить, что один из первых кинофестивалей, который существует до сих пор, это Каннский кинофестиваль, опять-таки, во Франции. И когда, ну, вот куда ни копни, вот, в принципе, французы, они были впереди. То есть они как раз-таки были первооткрывателями и жанров, и самого вот кинопроизводства, и продвижения этого кинопроизводства через кинофестивали. То есть здесь вот все шло впереди. И, может быть, вот после Второй мировой войны они как-то действительно утратили вот это первенство в киноиндустрии. А действительно после 80-х годов, когда американское кино захватило практически весь кинорынок во всем мире. Ну, с другой стороны, можно вспомнить, что и сейчас не американцы на первом месте по производству фильмов. Китайцы, да. То ли Индия, то ли вообще Нигерия, или где там вот в Африке, когда производят такие очень смешные несуразные фильмы, но в огромных количествах, то есть в таких количествах, которые просто не в состоянии даже превзойти Голливуд. Так что я думаю, что... Но видишь, здесь речь-то идет не только о количестве, потому что в Африке я понимаю, что это свой специфический рынок, и индийские фильмы, они тоже очень редко выходят за рамки вот индийского кинорынка. Хотя, ну вот можно сказать, что сейчас при помощи стриминговых сервисов, кстати, вот Netflix, сменился лидер, говорят, что южно-корейский сериал «Мы все умеем», сейчас на первом месте, и я тоже не смотрел, но я видел только рекламный ролик. Ну, очередной вот поезд в Пусан, но только вот снятый в рамках школы. И сюжет, я понимаю, там просто мальчик, которого все обижали, он получает какую-то инъекцию, чтобы противостоять там суперсилы, а она превращает его в зомби, и дальше начинается, в общем, зомби-апокалипсис, который, ну, ничем не отличается вроде бы от других этих зомби-фильмов, но тем не менее, вот почему-то публика, как бешеная, стала смотреть именно этот сериал. Что? Не, ну, возвращаясь к французскому фильму, мне кажется, просто... И французское кино, не сказать, что оно прямо... Ну, ты так просто противопоставлял, что индийское только для внутреннего рынка, а остальные нет. На самом деле и французское кино, оно тоже, в принципе, не очень-то расходится по всему миру, так скажем. Ну, как бы в рамках Европы еще, может быть, какое-то существует такое... Вот к нам приходят французские фильмы. А в Америку, например, я сомневаюсь, они там предпочитают, как ты знаешь, переснимать картины популярные, и не пускают на свой рынок какую-то иностранную продукцию, или если пускают, то в очень ограниченных количествах. Поэтому не случайно тот же самый популярный французский фильм, этот «Один плюс один», или как его, «Неудержимый», кажется, как-то так перевели, они же тоже его пересняли в результате. Абсолютно бессмысленно и беспощадно, как говорится, и не очень понятно для неамериканцев, то есть почему нельзя просто взять и посмотреть оригинальный фильм, у которого есть своя магия, и который действительно очень-очень хороший, вместо этого надо вот прям обязательно со своими актерами. То есть в чем это? Ну, какая-то защита своего рынка. Ну, может быть. Это даже отдельная, мне кажется, тема для разговора, ремейки французских фильмов в Америке, потому что тут был и «Блондин в красном ботинке», там «Том Хэнкс» или там «Недотёпа в красном ботинке», «Том Хэнкс» играл. И они же Ришаровскую, по-моему, игрушку пытались переснять там с Рубаном Уильямсом. Да, был такой, и вот эти «Невезучие» они переснимали, то есть там... И «Невезучие», да. Я помню тоже, по-моему, с Дэнни Главером даже, ну, обязательно там вот был дуэт белого и темнокожего актера. А еще они переснимали там «Такси», по-моему, Люка Бессона. А, да. То есть была попытка... Да, конечно. То есть все фильмы практически, вот все сюжеты были, они передирали, но нигде вот как-то вот такого большого успеха не было. То есть американская версия, она получалась всегда на порядок ниже оригинала, и почему-то, ну, вот, ну, совершенно вот смотришь, не смешно. Вот, ну, ну, действительно не смешно. Хотя, вот, ну, вот, если говорить про французское кино, хотелось мне просто отдельно сказать, что после войны это была новая волна, и действительно это тоже то, что оказало большое влияние на мировой кинематограф, и появилось новое поколение вот режиссеров, и Франсуа Трюфо, и Хлод Шаброли, и Луи Мали, и Жан-Люк Гадар, и эти картины, вот, «Новые волны», они очень сильно повлияли на мировой кинематограф, на саму стилистику кино, и, ну, пожалуй, вот это тоже был такой большой вклад французов в кинематограф. А если брать вот действительно этих актеров, которые появились вот в 60-е, 70-е годы, это и Жан-Луи Трентиньян, и там и Бог создал женщину, и там и мужчина, и женщина, Жан-Боль Бельмондо, Жерар Депардье, Катрин Зинёв, Олен Делон, Ани Жерардо, и тут вот можно вот прямо перечислять и перечислять, вот Мишель Пиколи, Изабель Аджани, Изабель Юпер, Пьер Ришар, Калюш, то есть вот перечисляешь и вот сразу вспоминаешь огромное количество фильмов, которые, ну, и с детства, там, Калюша, я думаю, ну, вот те, кто смотрели фильм «Бонзай», такая была совершенно непритязательная французская комедия, где Калюш играл страхового агента, которого начинают отправлять по всему миру, хотя он вроде бы своей невесте клянется, что он, значит, никуда не выезжает, а его отправляют со страховыми случаями по всему миру, а невеста стюардесса, которая тоже поклялась ему, что она бросает работу, но тем не менее она продолжает летать по всему миру с этими авиарейсами, и они периодически пересекаются в разных точках и каждый раз думают, что они ошиблись и увидели, ну, просто похожего человека на друг друга. Ну, вот эта комедия, которая будет замешана там и наркоторговлей и так далее, вот я помню, что она просто была хитом проката. Амели вспомнить, господи, вот фильм, который, наверное, самый яркий французский фильм. Да, казалось бы, только вот недавно он вышел, на самом деле ему уже 20 лет, ну да, то есть в момент выхода, и он у нас шел в большом экране, все находились с большим впечатлением. Это такой был, мне кажется, ренессанс французского кино на пространстве европейском, то есть он заново открыл, то есть подстегнул интерес к французским фильмам и, опять же, подарил Ори Тату. Которая потом снималась, да, и очень долгая помолвка, мне безумно нравился этот фильм. И вот мне очень нравился фильм «Испанка», ну, его так вот переводили, хотя на самом деле это, вот оригинальное название меня вылетает все время из головы французской картины, но там вот играл Ромен Дюрис, это огромное количество актеров тоже со всей Европы по обмену студентами, вот они все собираются под одной крышей, и это была такая вот первая часть, она была вообще самая удачная, где практически это же была пародия на Евросоюз, ну, то есть вот поскольку представители всех стран оказываются в общежитии, где им нужно, ну, они все снимают там квартиру многокомнатную, им нужно соблюдать правила общежития, и между ними завязываются самые разные отношения, и, ну, такой прообраз Евросоюза, то есть фильм как бы сразу получал какое-то философское прочтение, не только такая забавная, смешная кинокомедия, там вот играли как раз и Удри Тату, и Ромен Дюрис, и британская актриса, такая рыжеволосая, конопатая, мне ужасно тоже она нравилась. Что еще? Просто я думаю, что даже просто хаотично можно вспоминать какие-то любимые фильмы, если братья только... Я просто хотел сказать, что если говорить о магии французского кино, то если так попытаться сформулировать, может быть, конечно, это чуть пафосно звучит, но, так скажем, в Америке фильмы, они очень коммерци... Кинематограф очень быстро коммерциализировался, так скажем. То есть там вот это... Это можно точно сказать индустрия. Вот индустрия, да. И, конечно, там есть независимое кино, но, как правило, оно и редко попадает на какие-то большие экраны... Ну, то есть это не блокбастеры. Блокбастеры — это все-таки индустрия. Европа в этом плане чуть-чуть, так скажем, старомоднее. Она все в Европе, в частности во Франции, потому что, например, немецкого кино мы практически... Ой, намного реже встречаем. Там все-таки к кинематографу относятся по-прежнему как к искусству. Вот, как... Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Вот во Франции кино — это все еще искусство, и подходит к нему именно в... Не только и не столько с точки зрения блокбастерности и зарабатывания денег. Ну, вот бизнеса, бизнеса. С точки зрения эстетики и интересных каких-то вещей. Ну, может быть, это звучит наивно, конечно. Наверное, везде хотят... И французские киностудии хотят зарабатывать деньги. Но вот как-то выглядит это примерно так, что это не является... Ощущение такое, что это не является для них первостепенным значением, потому что им просто... Они не могут тягаться с этой огромной фабрикой американской и не могут рассчитывать на какие-то миллиардные заработки. Потому что единственное... Если вот говорить о... То есть европейских блокбастерах. Вот вообще, европейских блокбастеров, что это? Единственное, что приходит на ум при вот этих словах, это Люк Бессон. Вот единственный режиссер, который когда-либо был в состоянии снимать блокбастеры в Европе. Ну вот я так, по крайней мере, не могу ничего другого вспомнить. То есть пятый элемент. В свое время это был самый дорогой европейский фильм. И он, соответственно, и больше всего заработал. У него был огромный прокат. И потом, к сожалению... Но заметьте, что да, все попытки Бессона повторить успех такого же рода. Да, пару лет назад вышел в Валерианы, в город тысячи миров. И мне он очень понравился. И это была именно попытка снять какое-то жанровое, ну, наверное, на поле где-то американских фильмов, развлекательных комиксов, комиксовских картин в фильм. И, к сожалению, она не оправдалась. То есть ожидания не оправдались. Фильм провалился в прокате. И очевидно, что Люк Бессон слегка расстроился по этому поводу. И с тех пор как-то он не берется за блокбастеры. Или ему денег не дают, не знаю. Но скорее денег не дают, потому что... Вот мне кажется, вообще вот в Голливуде то, что относятся к кинопроизводству именно как к бизнесу, в какой-то момент это привело именно к тому, что там просчитывается очень четко стратегия, бизнес-план. Вот если приносят человек идею фильма, ему говорят, так, это, значит, похоже вот на такой-то фильм, который уже прошел, собрал столько-то денег. Значит, мы ориентируемся, что ваш проект собирает столько-то. А, соответственно, бюджет его не может превышать такую-то, значит, сумму. И дальше начинаются вот эти все, ну, совершенно далекие от искусства вещи. Ну, то есть вот как в бизнес-фокус-группах. Менеджмент, классический менеджмент. Поэтому я говорю, что это индустрия. То есть там просчитывают... То есть искусство там стоит на каком-то месте, возможно, оно где-то есть, но далеко не на первых трех позициях. Красота там и вот это вот все возвышенно. Мне кажется, что вот эта ловушка, которая сейчас схлопывается, потому что все ведь говорят, что очень сложно вот для... В американского кино протолкнуть какую-то оригинальную идею. То есть это обязательно что-то должно быть. Это должен быть ремейк, это должна быть экранизация успешной книги или ремейк какого-то, значит, фильма другого, в том числе или французского. Получается, что французы становятся таким полигоном идей, который вот срабатывает, если вот какой-то французский фильм имел успех в международном прокате. Они понимают, что да, эта идея может сработать и берутся делать аналог. Вот я объясняю, может быть, почему. Это происходит не только, на самом деле, в Америке. Индийцы, он передирает практически... Иронию судьбы даже, да, взяли. Да, ну классика, это уже теперь все знают, что есть фильм «Ирония судьбы». Я, например, еще читал, что есть фильм индийский, который, в принципе, пародирует, ну не пародирует, но украл идею фильма «Азори здесь тихий», например. По-моему, китайский же был сериал. Нет, индийский есть фильм, где, значит, инструктор с несколькими девушками, значит, идут в поход для военных, для навыков каких-то усвоений и встречают группу каких-то, ну, европейских террористов, которые замышляют в Индии какой-то взорвать локатор, и вот они, соответственно, их пытаются остановить. Ну, то есть понятно, что такая... Откуда идея, понятно. Ну, и, соответственно, есть очень много, на самом деле, ремейков индийских. Я в свое время интересовался. Есть и индийский инопланетянин, есть индийский «Крестный отец», есть индийский фильм «Большой», ну, там с Том Хэнксом, который взрослый превратился в мальчика. То есть они безжалостно копируют все, что им попадается по пути. Ну, понятно, такое количество фильмов индей там просто не хватает. Ну, поэтому, мне кажется, ничего удивительного, что и в Америке вот сейчас снимают иронию судьбы. Ну, правда, это делает российский режиссер, но, тем не менее. То есть денег ему на это дали, потому что идея, наверное, показалась интересной. Ну, вот просто я начинаю перебирать вот фильмы, которые мне очень-очень нравились и которые, в самом деле, любопытны. Кстати, вот есть такие стереотипы, действительно забавные. Вот я читал статью о том, что во французском кино, например, во всех фильмах постоянно едят и пьют. То есть вот это, если обратить внимание по сравнению с другими картинами, там вот постоянно застолье. И это связывает с тем, что действительно французский уклад, настолько это традиция решать какие-то вопросы, что-то обсуждать за обедом или за бокалом вина. И поэтому вот все вот эти застолья, они вплетены вот в сцены, в диалоги, чтобы сделать картину более жизненной. И мы вот чаще всего видим вот какие-то, ну, в ресторанчиках, там вот они полны вот буквально сценами, во французском какие-то кафе на улочках Парижа. Не говоря уже о том, что все-таки во Франции там обеденный перерыв, в священнодействие, которое там официально два часа дается людям для того, чтобы не торопясь, спокойно поесть и насладиться едой, а не что-то хватать там гамбургер на ходу, запивая его каким-то горячим кофе суррогатом. Хруст французской булки, да. В общем, при просмотре ты явственно слышишь его обязательно. Ну, понятно, что каждая нация в свое что-то вкладывает в фильмы, поэтому неудивительно. А я еще хотел сказать, что, ну, не знаю, мне так кажется, что французские кинематографы все можно отличить по актерам, по внешности актерам, по крайней мере, мужчин-актеры. Мне кажется, что в французском кино нету вот такого понятия, как голливудский красавчик. Ну, не знаю, у меня такое сложилось впечатление. Там эти актеры французские, они, как правило, очень интересные, но у них не стандартная какая-то такая вот внешность. Они не эталонные. То есть не такие, как кены какие-то из наборов детских. То есть у них всегда есть какая-то своя особенность, своя фишка, которая отличает одного от другого. То есть я, допустим, знаю, моя жена в свое время фанатела по Жерару Депардье. Ну, вот прям вот Жерар Депардье, эталон красоты. Но если посмотреть на самом деле на него, он не соответствует нынешним каким-то эталонам красоты голливудской. Жан Рено, например, опять же. То есть я в свое время читал тоже отзыв этого человека. Он писал, что вот такой актер, он никогда бы не стал звездой в Голливуде. То есть такой актер с такой внешностью мог стать звездой только во французском или в грузинском кино. Вот такая вот ассоциация у человека. Потому что действительно у этих актеров есть шарм. У них нет какой-то именно такой вот привлекательности модельной, так скажем, да, но есть шарм. Гаспар Улейли, я сразу вспоминаю, вот недавно ушедший тоже, ведь он такой, ну, не характерный красавчик. Я вот сейчас посмотрел несколько фильмов французских, и из последних, кого вот отметила из актеров, Пьер Нине. Да, Пьер Нине прекрасный тоже. Вот. Обещание на рассвете. Симпатичный, симпатичный молодой человек, но у него, например, очень оттопыренные уши. То есть, наверное, где-нибудь в Голливуде ему бы сказали, ну, молодой человек, с такими ушами куда же вы, значит, на нашу фабрику-то пришли. Вот. А во Франции это, в принципе, наверное, не стало каким-то препятствием для того, чтобы получить главные роли. Ну, самое ужасное, ведь, когда вспоминаешь, сколько было трагедий, вот, актриса, которая снималась в «Грязных танцах», сейчас просто я имя не вспомню, но, опять-таки, вот как она сделала пластическую операцию, стала стандартной такой голливудской красавицей, в то же время она потеряла сразу, ну, вот, роли, востребованность. То есть, она стала одной из многих, а вот эта вот ее, может быть, не совсем красивая внешность, длинный нос, Дженнифер Грей. Она была очень даже, ну, такой вот, действительно запоминающейся вот в этом фильме «Грязные танцы». Я вот хотел сказать, что тот же самый, господи, режиссер-то пятого элемента, Люк Бессон, да, у него ведь ранние фильмы были тоже прекрасные, изумительные. То есть, вот, я впервые столкнулся с Бессоном, просто это была неделя французского кино в Москве. И тогда все говорили, что все, там надо срочно, вот, кто посмотрел фильм «Подземка», это один из его первых, самых первых фильмов был, и вот «Кристофер Ламберт», который, Кристоф Ламберт, ну, вот по-французски-то, все просто, ну, я тогда жил в общежитии, говорят, еще один будет сеанс. Я бросился сразу, ну, вот, в кинотеатр и вышел совершенно с такими глазами, вот, ну, когда был еще один дополнительный сеанс, и там Изабеля Дженни играла, и там, кстати, Жан Рено тоже в маленькой, небольшой роли, одна из его первых ролей была в кино. И ты понимаешь, насколько это вот, ну, картина, которая вся происходит под землей, вот, опять-таки, это настолько, ну, необычное кино, которое вот снял Бессон, и благодаря подземке вот он этого Кристофера Ламбера сделал звездой международного уровня, дальше он уже там Горца сыграл, и там пошло-поехало. А Изабеля Дженни, вот я все вспоминаю ее же, «Убийственное лето». Кстати, вот интересно, что французские актрисы, они очень легко снимаются обнаженными, то есть, ну, вот, в принципе, вот для французского кино там даже есть такая присказка, что каждая знаменитая актриса, она обязательно где-то снималась обнаженной. Ну, то есть, вот, это стопроцентно. И вот у Изабеля Дженни, вот, в фильме «Убийственное лето» там тоже, конечно, очень, там, достаточно откровенные сцены, но сама картина, насколько вот это по Себастьяну Жепризу, знаменитому детективщику французскому, и насколько это такой детектив напряженный и драматический, это не совсем классический детектив. То есть, вот, я вспоминаю, хочу сразу, ну, чтобы кто-то взял, может быть, на заметку эту картину. «37, 2 по утрам». Тоже вот картина с достаточно яркими такими, ну, откровенными сценами. Там Беатрис Даль играла и Жан-Юк Англад. Сейчас он уже, поскольку фильм достаточно, это, ну, середина 80-х, он уже заматерел, он такой, ну, уже представитель такого старшего поколения. Это роль была в этом фильме, он играл такого, ну, слесаря, который знакомится с буйной брюнеткой, вот эта безумная история любви, где они друг друга мучают, терзают. Вот, в принципе, фильм, ну, ни о чем. Ну, вот о том, как вот, ну, два таких сложных человека сходят друг по другу с ума и мучают друг друга, но картина, вот она с интенсивно обнаженном нерве и вот смотрится с невероятным интересом. Просто, ну, вот «Восемь женщин» Франсуа Зона, вот Франсуа Зон, пожалуй, один из таких сейчас, ну, режиссеров звезд, которые каждый фильм, которого становится событием, его ждут, у него своя тоже огромное количество поклонников, но вот «Восемь женщин», он свел восемь звезд-актрис, там все, и Катрин Дзенёв, Эммануэль Биар, Изабель Юпер, ну, то есть вот там восемь из всех поколений вот французского кино, и у каждой есть свои пять минут славы, то есть никто никого не задавил на экране, у всех есть вот своя возможность показать себя, прекрасное тоже кино, и там у каждой есть музыкальный номер, и это французские песни, вот как старые песни о главном, наверное, блестяще исполнены этими актрисами, там именно вот сами актрисы, они не дублированы профессиональными певицами. Тоже вот, мне кажется, прекрасный фильм, если вот кто-то любит французское кино. Что еще? Если говорить про Катрин Дзенёв, «Дневная красавица» Луиса Бенюэля, наверное, это один из таких культовых бель-де-жур фильмов 67-го года. Вот аристократка, которая живет, значит, вроде бы с красивым и любимым мужем, тем не менее мадам в послеобеденное время отправляется в бордель, вот какие-то извращенные фантазии, чтобы реализовать. Картина очень скандальная, очень такая необычная и, конечно, любопытная. У меня из того времени как бы запомнился и нравится до сих пор фильм «Искатели приключений». То есть фильмы про бордель по понятным причинам я-то не смотрел, а вот как раз «Искатели приключений» это было то, что нужно было в том возрасте, когда он вышел на экраны. То есть там как раз «Алэн Делон», «Лина Вентура» и, господи, как… Джоанна Шимкус, вот такая красавица с литовскими корнями. Вот, и этот фильм шел у нас на больших экранах. И вот, к сожалению, кстати, их сейчас по телевизору, допустим, такие фильмы не показывают. Не знаю почему, вроде бы он не привязан как-то ко времени и, в принципе, смотрелся бы и сейчас хорошо. Ну, не знаю, наверное, 50 лет это уже предел фильма, после которого его уже считают, что он уже выдохся и устарел морально. Хотя я не согласен, честно говоря. Мне кажется, что вот можно вспоминать там всю фильмографию «Алэна Делона», который все-таки снимался очень… ну, и у Висконти он снимался, и у самых-самых-самых знаменитых режиссеров. И вот мне очень нравились его сотрудничества с Жаном Пьером Мальвилем. Это фильм «Самурай» 1967 года, где он играл такую одиночку, наемного убийцу. И, в принципе, я думаю, что Леон Киллер, но все-таки какой-то вот есть, можно провести параллели такие вот. «Красный круг» был тоже с Мальвилля, где там были и Бурвиль, и Иф Монтан, кстати, еще один французский актер, мы все время забываем, с мировой славой. И это такой, ну, был действительно такой триллер напряженный, где Бурвиль, Иф Монтан и Ален Делон, они вот все вступают в противоборство. Бельмондо там, опять-таки, вот всю фильмографию он же тоже начинал у Гадара. И это такие были прекрасные картины. Вот у нас кто-то, может быть, еще вспомнит французские фильмы. Здравствуйте. Добрый день. И насчет французского кино, я вот помню, это в молодости, это где-то лета 30 назад великолепная четверка французских актеров выступала. Вы знаете, вот этот фильм «Новобранцы идут на войну». Угу, для Шарло, да, это это. Да, 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 вы помните, и потом вот эта пародия, это «Четыре мушкетера». Ну, там еще какое-то количество фильмов было, но это было просто бесподобно. Спасибо, да. Это вот тогда французские фильмы очень в большом количестве выходили. Да, да, я помню, это такой именно комедийный вариант мушкетеров. Где слуги, главными были слуги. Да, да, с родителями, я помню, ходили в кинотеатр. Я уже, к сожалению, за давностью не очень помню сюжеты и прочее, но помню, что в кинотеатре с родителями ходили. У нас еще один звонок, может быть, кто-то чувствует. Доброе, здравствуйте. Вы знаете, вот есть такое французское слово «шарм». Вот мне кажется, что французы, у них именно этот шарм присутствует очень хорошо, а вот когда их пытаются переделывать, этот шарм пропадает. Поэтому такое впечатление, что уже неинтересный повтор. Спасибо. Спасибо, да, спасибо. Вот я все вспоминаю, вот, ну, свои тоже любимые фильмы. Вот из новых картин, вот, «Бобро поржаловать», я хочу обратить внимание, просто там вот как раз и Кад Мирад, и Дэнни Бун, может быть, кто-то их откроет для себя. Фильм, ну, не совсем новый, он 2008 года, но просто для русского рынка он был продублирован на русский язык. И когда я говорил вот, ну, с живущими во Франции, моими друзьями, они были просто, они не могли поверить, как это можно перевести, потому что он весь действительно был построен на игре слов, на диалекте французского, который ужасно смешит, вот, ну, северный диалект, который, как какое-то аканье-оканье, фипяфи, там, всякие буквы. Это вот, по-моему, студия «Шесть кадров». Они сумели найти аналоги шуток, они продублировали блестяще. И эта картина «Бобро поржаловать», она, ну, действительно, очень приятная, смешная комедия, которая вот именно в дубляже, она смотрится на ура. Пьер Ришард, да, ну, то есть мы как-то вот все забываем, и Пьер Ришард игрушка, и высокий блондин в черном ботинке, укол зонтиком, это было тоже ведь... И Луи де Финесса, конечно же, тоже. Луи де Финесса. Потому что, да, Фантомас, это тоже культурный феномен в СССР случился, потому что никто... Ну, это же, на самом деле, комедия, но в СССР воспринималось это как действительно какой-то ужасный, полуужасник, полубоевик, что-то такое. Вот, и две части, по-моему, или сколько? Три части. Три части были, да, последняя была Фантомас против Сконтланд-Ярда. Я читал, что была вот в СССР настолько популярность этого фильма, что планировали и четвертую часть Фантомас в Москве, но к тому моменту Луи де Финесс очень, так скажем, у него испортилось настроение, потому что ему платили меньше, чем Жану Морре, и он отказался от этой идеи в результате. Ну, не знаю, насколько уж правдива эта история, но вот читал такое, что могло бы быть. Отдельная история, конечно, это с музыкой. Там музыка Мишеля Леграна, там к шермурским зонтикам, или мужчина и женщина. Та-да-да-та-тан, та-да-та-та-тан. Это тоже отдельная просто тема, которую можно говорить и говорить. У нас просто время закончилось, мне показывают. Одним словом, французское кино, наверное, вот те фильмы, которые сейчас выходят на экраны, продолжаются выходить. Есть фильмы и Софи Марсо, замечательные тоже французские актрисы, и много других картин. Вот всегда ждешь чего-то необычного, непредсказуемого, то, что не пойдет по каким-то стандартным вот схемам. И в этом, наверное, очарование есть французского кино. Необычные актеры, не похожие на красавчиков, необычные темы. Правильно слушательница сказала. Есть шарм, который, возможно, в голливудском кино чуть-чуть потерян или сдвинута чуть-чуть планка на другую составляющую, для них более важная, так скажем. Одним словом, смотрите французское кино. Спасибо огромное. Программа «Синема» Олег Пека и Владимир Веселов сегодня провели для вас эту программу. До новых встреч. На одной волне с гор.